Добрый день, уважаемые участники Олимпиады и слушатели зимней многопрофильной школы. Меня зовут Соколова Ольга Владимировна, и я хотел бы представить вам лекцию на тему российского уголовного права. И в первой части мы с вами поговорим об общих положениях уголовного законодательства. Но прежде всего дадим понятие современного российского уголовного права как совокупности юридических норм, которые были установлены высшими законодательными органами государственной власти, определяют преступности, наказуемость деяния, основания уголовной ответственности, виды наказаний и иных принудительных мер. Уголовное право регулирует общественные отношения, которые направлены на охрану преступных посягательств, наиболее важных социальных объектов или ценностей. Это жизнь, здоровье, права и свободы человека и гражданина, собственность, незапрещенная законом экономическая деятельность, общественная безопасность, общественный порядок, основы конституционного строя и безопасности государства и иные объекты уголовно-правовой охраны. В числе методов уголовно-правового регулирования можно выделить метод императивный, метод диспозитивный и метод уголовно-правового поощрения. Действующее российское уголовное законодательство полностью кодифицировано и единственным уголовным законом является Уголовный кодекс Российской Федерации, который был принят Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации 24 мая 1996 года и вступил в силу с 1 января 1997 года. Структура Уголовного кодекса Российской Федерации, вы знаете, что она построена по пандыкной системе, состоит из общей и особенной части. Если говорить о количестве разделов, то в общей части Уголовного кодекса 6 разделов, они позначаются римскими цифрами и особенная часть Уголовного кодекса также представлена определенным количеством разделов с 7 по 13 разделов. Вы видите также здесь указано и количество статей, общая часть, которая заканчивается статьей 104 с индексом 5 и особенная часть, которая завершается статьей 361 Уголовного кодекса Российской Федерации. Что же в себе содержит общая часть Уголовного кодекса? Она определяет задачи и принципы уголовного закона, дает понятие преступления, раскрывает основания уголовной ответственности, дает понятие неоконченного преступления, представлены институт соучастия, обстоятельства исключающих преступность деяния, институт наказания и иные положения. В свою очередь особенная часть Уголовного кодекса Российской Федерации содержит в себе исчерпывающий перечень видов преступлений, их описания и санкции за их совершение. Понятие преступления содержится в статье 14 Уголовного кодекса. Преступление признается виновно совершенное общественно опасное деяние, запрещенное Уголовным кодексом Российской Федерации под угрозой наказания. В числе признаков преступления, которые называет законодатель, можно выделить 4 признака. Первый признак – это виновность, второй признак – общественная опасность, третий признак – наказуемость и четвертый признак – противоправность. Общая часть Уголовного кодекса содержит ряд обстоятельств, исключающих преступность деяния. Это и необходимая оборона, причинение вреда при задержании лица, совершившего преступление, крайняя необходимость, физическое или психическое принуждение, исполнение приказа или распоряжения и обоснованный риск. Понятие принципов уголовного законодательства. Принципы российского уголовного законодательства – это основные, исходные начала, в соответствии с которыми строится и применяется уголовный закон. Принципы выражают идеи, фиксируют представление о том, каким должно быть уголовное право. И такие идеи разрабатываются в теории уголовного права и на определенном этапе развития законодательства формулируются непосредственно в уголовном законе. На сегодняшний день наш уголовный кодекс содержит несколько принципов уголовного законодательства, и первый из них представлен в статье 3 Уголовного кодекса Российской Федерации – это принцип законности. Что он включает в себя? Принцип законности говорит нам о том, что преступность деяния, а также его наказуемость и иные уголовно-правовые последствия определяются только Уголовным кодексом Российской Федерации. Если же мы будем говорить об аналогии, то аналогия в уголовном праве не допускается. Принцип правенства граждан перед законом – это второй принцип уголовного законодательства. Он содержит следующее положение. Лица, совершившие преступления, равны перед законом и подлежат уголовной ответственности. И вы видите, что законодатель говорит нам о том, что все равны перед законом независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жителя. Равенство перед законом означает, что при применении Уголовного кодекса ничто не должно ухудшать. Равенство перед законом также означает, что при применении Уголовного кодекса ничто не должно ухудшать положение человека по сравнению с другими, преследуемыми в уголовно-правовом порядке. Положения принципа равенства граждан перед законом распространяются только на привлечении лица к уголовной ответственности, но они не относятся к выборе меры наказания, которая допускает индивидуализацию. Перейдем к следующему принципу. Принцип вины. За ним последует принцип справедливости и принцип гуманизма. Еще три принципа, которые установил законодатель в Уголовном кодексе Российской Федерации. Вы видите на экране основные положения, которые представлены в Уголовном кодексе Российской Федерации относительно данных принципов. Так вот, принцип вины – это статья 5 Уголовного кодекса или принцип субъективного вменения. Сущность данного принципа заключается в том, что никто не может нести уголовную ответственность, если не установлена его личная вина в отношении общественно опасного деяния и наступивших последствий. Субъективное вменение, являясь основополагающим началом уголовного права, означает, что юридическая оценка деяния и применение к лицу мер уголовно-правового воздействия возможно лишь в том случае, когда содеянное явилось результатом его воли и сознания. Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное причинение вреда, не допускается. Статья 6 Уголовного кодекса содержит понятие принципа справедливости, содержание принципа справедливости. В теории уголовного права понимание принципа справедливости сводится к назначению наказания. Ученые полагают, что принцип справедливости охватывает как сферу правоприменения, так и сферу правотворчества. Применительно к сфере правотворчества принцип справедливости означает, что санкции за преступления большей общественной опасности должны быть более суровыми, чем санкции за менее опасные деяния. В правоприменении принцип справедливости проявляется в соразмерности назначаемого виновного наказания тяжести совершенного преступления. Никто не может нести уголовную ответственность дважды за одно и то же преступление. Следовательно, лицо, совершившее преступление за границей, поневшее наказание, не может быть повторно суждено на территории Российской Федерации. Следующий принцип – это принцип гуманизма. Статья 7 Уголовного кодекса «Гуманизм уголовной ответственности» выражается в том, что институт уголовной ответственности направлен на защиту человека. В части 1 статьи 7 Уголовного кодекса говорится, что уголовное законодательство Российской Федерации обеспечивает безопасность человека. Вместе с тем гуманизм направлен и в отношение лиц, признанных виновными в совершении преступления, В частности, уголовный закон запрещает применять к ним пытки или другие действия, которые унижают человеческое достоинство, унижают человека. Следующей категорией, которую мы с вами рассмотрим, является категория преступлений. Статья 15 Уголовного кодекса Уголовный кодекс Российской Федерации выделяет 4 категории преступлений. Это преступления небольшой тяжести, преступления средней тяжести, тяжкие преступления и особо тяжкие преступления. Следующие две колонки вы видите в первой колонке названные категории преступлений и их содержания. И в последующей колонке представлены примеры тех преступлений, которые могут быть отнесены к той или иной категории. Начнем с первой категории преступлений небольшой тяжести. Как говорит законодатель в статье 15 Уголовного кодекса, преступлениями небольшой тяжести являются умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает трех лет лишения свободы. В качестве примеров здесь можно привести такой состав, как мелкое хищение, совершенное лицом подвергнутым административным наказанию. Это статья 158 с индексом первым. Кража, часть первой статьи 158 Уголовного кодекса и, например, побои, статья 116 Уголовного кодекса. Вторая категория это преступления средней тяжести. Законодатель говорит нам о том, что это умышленные деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает пяти лет лишения свободы. Но есть и второй вариант. Вы помните о том, что преступления могут быть как умышленными, так и неосторожными. Так вот, неосторожные деяния также относятся к преступлениям средней тяжести. В том случае, если за совершение этих деяний, неосторожных деяний, максимальное наказание не превышает десяти лет лишения свободы. Теперь давайте приведем примеры. Если мы будем говорить с вами об умышленных преступлениях, преступлениях средней тяжести, то, например, это квалифицированные виды кражи. Такие как кражи с незаконным проникновением в помещение, кражи группы лиц по предварительному сговору. Это часть 2 статьи 158 Уголовного кодекса. Если же мы будем приводить в качестве примера неосторожные деяния, также относящиеся к преступлениям средней тяжести, то здесь можно вспомнить о таком составе преступлений, который предусмотрен частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса «Нарушение правил дорожного движения, повлевшее по неосторожности смерть человека». Следующие две категории представлены на экране. Это тяжкие преступления и особо тяжкие преступления. Тяжкие преступления – это умышленные деяния, так же, как и неосторожные деяния. Давайте сначала рассмотрим умышленные деяния, которые относятся к категории тяжких преступлений. Это те деяния, за совершение которых максимальное наказание не превышает 10 лет лишения свободы. И давайте сразу же приведем пример. Это кражи с проникновением в жилище, кражи организованной группой. Например, это часть 3 статьи 158 Уголовного кодекса. Несторожные деяния также могут быть преступлениями тяжкими. За совершение этих деяний максимальное наказание не превышает 15 лет лишения свободы. И в качестве примера мы вновь обратимся к статье 264 Уголовного кодекса, но уже другой части. Это часть 4 статьи 264 Уголовного кодекса. Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека и совершенное состояние пьянения. Как я уже сказала, это часть 4 статьи 264 Уголовного кодекса. Лишение свободы на срок свыше 10 лет или более строгое наказание. Например, убийство, статья 105 Уголовного кодекса. Часть 1 предусматривает наказание от 6 до 15 лет лишения свободы. В части 2, наряду с лишением свободы, в части 2 статьи 105 фигурирует еще один вид наказания более строгий. Это пожизненное лишение свободы. Следующее положение, которое мы должны с вами рассмотреть, заложено в части 6 статьи 15 Уголовного кодекса. Может ли суд изменить категорию преступлений? Да, согласно части 6 статьи 15 Уголовного кодекса Российской Федерации, с учетом фактических обстоятельств преступления и степени его общественной опасности, суд вправе при наличии смягчающих наказаний обстоятельств и при отсутствии этих чающих наказаний обстоятельств изменить категорию преступления на менее тяжкую, но не более чем на одну категорию преступлений. И далее законодатель устанавливает ряд условий, которые позволят правоприменителю изменить категорию преступлений. Следующее положение, которое мы с вами рассмотрим, это те положения уголовного законодательства, которые раскрывают принципы действия уголовного закона в пространстве и во времени. На этом слайде вы видите понятие обратной силы уголовного закона. Это так называемый ретроактивный принцип или, как я уже сказала, принцип обратной силы. Он зафиксирован в части 1 статьи 10 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это означает, что новый действующий уголовный закон должен быть применен в суде к преступлению, совершенному в момент действия старого закона в том случае, если он является более мягким. То есть более мягкий закон имеет обратную силу. Необходимо назвать признаки более мягкого закона. Первый признак – устраняет этот закон, устраняет преступность деяния, ну, например, полностью или частично декриминализирует деяния. Во-вторых, смягчает наказание, например, исключает наиболее строгий вид наказания, снижает верхний или нижний пределы наказания, исключает из санкции дополнительные наказания. И третий признак – иным образом улучшает положение виновным. Данный принцип распространяется на несколько категорий лиц. Во-первых, это те, кто совершили данное деяние до вступления в силу более мягкого закона. Это лица, отбывающие наказание. И третья категория – это лица, которые уже отбыли наказание, но имеют судимость. Уголовный закон, который устанавливает преступность деяния, усиливает наказание или иным образом ухудшает положение лица, обратной силы не имеет. На следующем слайде представлены принципы действия уголовного закона в пространстве. Они заложены законодателем в двух статьях Уголовного кодекса. Это статья 11 Уголовного кодекса. Действия уголовного закона в отношении лиц, совершивших преступления на территории Российской Федерации. И действия уголовного закона в отношении лиц, которые совершили преступления вне пределов Российской Федерации. Как я уже пояснила, это статья 11 и статья 12 Уголовного кодекса. Теория уголовного права выделяет пять принципов. Территориальный принцип, принцип гражданства, принцип специального режима, реальный принцип и универсальный принцип. Прежде обратимся к статье 11 Уголовного кодекса, которая раскрывает нам содержание территориального принципа. А именно, лицо, совершившее преступление на территории Российской Федерации, подлежит уголовной ответственности по Уголовному кодексу Российской Федерации. Далее законодатель нам говорит о тех ситуациях, когда преступления совершены в пределах территориального моря или воздушного пространства Российской Федерации. Они признаются совершенными на территории нашей страны. Действие Уголовного кодекса распространяется также на преступления, которые совершены на континентальном шельфе и в исключительно экономической зоне Российской Федерации. Если же преступление совершено на судне, которое приписано к порту Российской Федерации, находящимся в открытом водном или воздушном пространстве вне пределов Российской Федерации, лицо подлежит уголовной ответственности по данному Уголовному кодексу, если иное не предусмотрено Международным договором Российской Федерации. Также по Уголовному кодексу Российской Федерации уголовная ответственность несет лицо, совершившее преступление на военном корабле, военном воздушном судне Российской Федерации, причем независимо от места их нахождения. Что же касается вопроса об уголовной ответственности дипломатических представителей иностранных государств и иных граждан, которые пользуются иммунитетом, в случае совершения этими лицами преступлений на территории Российской Федерации, эти ситуации разрешаются в соответствии с нормами международного права. То есть вопрос об их уголовной ответственности разрешается в соответствии с нормами международного права. Теперь обратимся к статье 12 Уголовного кодекса, где представлены иные принципы действия уголовного закона в пространстве. И первый принцип, с которого мы с вами начнем, это принцип гражданства, часть 1 статьи 12 Уголовного кодекса. Принцип гражданства состоит в том, что граждане Российской Федерации и постоянно проживающие в России лица без гражданства, совершившие в непределах России преступления против интересов, охраняемых Уголовным кодексом Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности в соответствии с УК РФ, если в отношении этих лиц по данному преступлению не имеется решение иностранного суда. Для привлечения к уголовной ответственности необходимо, чтобы совершенное лицом общественно опасное деяние признавалось преступлением по УК РФ, независимо от того, является ли это деяние преступным по уголовному закону государства место совершения преступления. Имеющийся приговор как обвинительный, так и оправдательный иностранного суда в отношении российского гражданина или лица без гражданства, постоянно проживающего в России, за деяние, совершенное на территории иностранного государства, означает невозможность его привлечения к уголовной ответственности по УК РФ за это деяние после его возвращения в нашу страну. Следующий принцип – это принцип так называемый принцип специального режима. Некоторые ученые называют его принципом специальной миссии, есть и другие номинования, но мы позволим себе пользоваться таким номинованием принцип специального режима, часть 2 статьи 12 УК. Касается военнослужащих из воинских частей, которые находятся вне пределов нашего государства. За преступления, совершенные на территории иностранного государства, они несут ответственность по УК РФ, если отсутствуют международные соглашения. Военнослужащие воинских частей РФ, дислоцирующихся за пределами России, за преступления, совершенные на территории иностранного государства, несут уголовную ответственность по настоящему кодексу, если иное не предусмотрено Международным договором Российской Федерации. Данный принцип действует при совершении преступлений следующих категорий. Во-первых, это преступления против военной службы. Во-вторых, это общеуголовные, совершенные на территории воинских частей, против военнослужащих или иных граждан России. То есть против интересов Российской Федерации. За все остальные преступления чаще всего действует следующее положение, что военнослужащие несут ответственность по уголовному законодательству страны пребывания. В части 3 статьи 12 заложен в первую очередь реальный принцип. Он состоит в том, что иностранцы и лица без гражданства, которые не проживают постоянно в Российской Федерации, совершившие преступления вне пределов Российской Федерации, подлежат уголовной ответственности по Уголовному кодексу Российской Федерации в случаях, если преступление направлено против интересов Российской Федерации, если они не были суждены в иностранном государстве и привлекаются к уголовной ответственности на территории Российской Федерации. Универсальный принцип или его еще называют принцип универсальной юрисдикции. Он звучит или гласит следующее. Иностранные граждане и лица без гражданства, не проживающие постоянно в Российской Федерации, не были осуждены в иностранном государстве и привлекаются к уголовной ответственности на территории Российской Федерации. Этот принцип основан на международных обязательствах Российской Федерации по борьбе с наиболее опасными преступлениями, террористическими актами, геноцидом, угоном восточного судна, фальшивым монетничеством и рядом других преступлений. Такого рода преступления относят категория так называемых конвенционных преступлений в связи с тем, что государства, участники соответствующих международных соглашений принимают на себя обязательства по противодействию им, в том числе и обязательства по установлению за совершение таких деяний уголовной ответственности в национальном законодательстве. Существует также институт, описывается в уголовном законодательстве, также институт выдачи преступника или, как еще его мы именуем, экстрадиция. Вот такое содержание представлено в статьях 11 и 12 Уголовного кодекса Российской Федерации и еще раз напомню, что речь шла о принципах действия уголовного закона в пространстве. Следующий вопрос, который мы с вами разберем, это вопрос или институт, в первую очередь институт множественности преступлений. В уголовном праве, в уголовном кодексе представлены две статьи, раскрывающие отдельные формы множественности. Это статья 17 Уголовного кодекса и статья 18 Уголовного кодекса. Статья 17 содержит понятие совокупности преступлений. Что понимается, в первую очередь, под совокупностью преступлений, нам дает понятие статья 17, как я уже сказала ранее, часть 1. Так вот, совокупностью преступлений признается совершение двух или более преступлений, ни за одно из которых лицо не было суждено, за исключением случаев, когда совершение двух или более преступлений предусмотрено статьями особенной части Уголовного кодекса, в качестве обстоятельства, влекущего более строгое наказание. То есть еще раз, да, сделаю акцент на том, что совокупностью преступлений признается совершение двух или более преступлений, ни за одно из которых лицо не было суждено. При совокупности преступлений лицо несет ответственность за каждое совершенное преступление по соответствующей статье или части статьи. Совокупностью преступлений может быть признано также и совершение одного действия или бездействия, как говорит законодатель, но это действие содержит признаки преступлений, предусмотренных двумя или более статьями Уголовного кодекса. Если же преступление предусмотрено общей специальной нормой, нормами, то совокупность преступлений отсутствует и уголовная ответственность наступает по специальной норме. Следующая форма множественности – это рецидив преступлений. Дадим понятие рецидива преступления, но прежде чем я дам понятие рецидива преступления, поясню, что рецидив преступления видами рецидива преступления является простой, опасный и особо опасным. На этом слайде я вам продемонстрирую понятие опасного рецидива и особо опасного, а также понятие рецидива преступления. Рецидивом преступления признается совершение умышленного преступления лицом, имеющим судимость за ранее совершенные умышленные преступления. Какой же рецидив признается опасным? Вам необходимо запомнить два возможных варианта, которые, конечно, называет законодатель. Во-первых, при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к реальному лишению свободы, и это же лицо ранее два или более раза осуждалось за умышленные преступления средней тяжести, и также наказание было назначено такому субъекту, как лишение свободы. Повторю еще раз, что рецидив признается опасным, если лицо совершило тяжкое преступление, осуждается за него к реальному лишению свободы, и ранее два или более раза осуждалось за умышленные преступления средней тяжести, к лишению свободы. Второй случай. Рецидив преступления признается опасным при совершении лицом снова тяжкого преступления, если ранее оно было осуждено за тяжкое или особо тяжкое преступление к реальному лишению свободы. Рецидив преступления может быть признан особо опасным, и также мы видим с вами два возможных варианта, которые представил нам законодатель в Уголовном кодексе в части 3 статьи 18. А именно, рецидив преступления признается особо опасным при совершении лицом тяжкого преступления, за которое оно осуждается к реальному лишению свободы, если ранее это лицо два раза было осуждено за тяжкое преступление к реальному лишению свободы. Это первый случай. И второй, при совершении лицом особо тяжкого преступления, если ранее оно два раза было осуждено за тяжкое преступление или ранее осуждалось за особо тяжкое преступление. Нужно помнить о том, и на это также указывает законодатель уже в части 5 статьи 18 Уголовного кодекса, о том, что рецидив преступлений влечет более строгое наказание на основании и в тех пределах, которые предусмотрены уголовным законодательством. Есть и иные положения, которые представлены в статье 18 Уголовного кодекса, которые отсутствуют на слайде, но я позволю себе остановиться на этих положениях. Законодатель перечисляет некие условия, которые не учитываются при признании рецидива преступлений. В частности, при признании рецидива преступлений не будут учитываться судимости за умышленные преступления небольшой тяжести. Не будут учитываться судимости за преступления, совершенные лицом в возрасте до 18 лет. И третий вариант не учитываются при признании рецидива преступлений судимости за преступления, осуждение за которых признавалось условным, либо по которым предоставлялась отсрочка исполнения приговора, при этом условные суждения и отсрочка исполнения приговора не отменялись, и лицо не направлялось для отбывания наказания в места лишения свободы. Вы можете обратиться для более подробного понимания этих положений к части 4 статьи 18, а именно пункты А, Б и В статьи 18. Следующий момент, на котором нам с вами нужно остановиться, и нередко составители регионального этапа Олимпиады также уделяют этому внимание, и попадаются задания, при выполнении которых вы должны продемонстрировать свои знания о возрасте, с которого наступает уголовная ответственность. Поэтому нам с вами необходимо обратиться к статье 20 Уголовного кодекса. Во-первых, вы должны помнить, и многие знают из вас это положение, что уголовной ответственности подлежит лицо, которое достигло ко времени совершения преступления 16-летнего возраста. То есть по общему правилу лицо подлежит уголовной ответственности, если оно достигло 16-летнего возраста. Но есть ряд составов преступлений, за совершение которых может подлежать уголовная ответственность и тот субъект, которому исполнилось 14 лет. Я привожу вам на этом слайде определенный перечень преступлений, уголовная ответственность за которую наступает с 14 лет. Я поясню, что это не полный перечень, это определенные примеры, некоторые примеры, взятые из статьи 20 Уголовного кодекса. Так вот, лица, достигшие ко времени совершения преступления 14-летнего возраста, подлежат уголовной ответственности, например, Это убийство, умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, средней тяжести вреда здоровью, похищение человека, изнасилование, это статья 131 Уголовного кодекса, кража, грабеж, разбой, вымогательство. Это угон или неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения. Это умышленное уничтожение или повреждение имущества, но только то деяние, которое заложено законодателем в части 2 статьи 167 Уголовного кодекса. Террористический акт, захват заложника, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, участие в массовых беспорядках, не обошли стороной и хулиганство при отягчающих обстоятельствах, вандализм, незаконное приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение взрывчатых веществ либо взрывных устройств. Незаконное изготовление взрывчатых веществ или взрывных устройств. Это статья 223 с индексом 1. Приведение в негодность транспортных средств или путей сообщения. Статья 267 Уголовного кодекса. Посягательство на жизнь государственного либо общественного деятеля. И акт международного терроризма. Забегая вперед, поясню, что на отдельных видах преступлений мы, конечно же, с вами остановимся. Сопоставим убийство и причинение смерти по неосторожности. Разграничим формы хищений, кражу, грабеж, разбой. Проанализируем признаки иных составов преступлений. Например, сопоставим или разграничим убийство и посягательство на жизнь государственного либо общественного деятеля. Состав террористического акта и акта международного терроризма. Это статья 361 Уголовного кодекса. В уголовном праве, в Уголовном кодексе существуют различные виды наказаний и классификации этих видов наказаний. Мы с вами о видах наказаний и вопросах освобождения от уголовной ответственности становимся достаточно незначительно, потому что вас ждет отдельная лекция по данным институтам. Здесь мы с вами назовем только те наказания, которые не связаны с изоляцией от общества, и наказания, которые связаны с изоляцией от общества. Я поясню, что здесь вы не увидите смертной казни. Этот вид наказаний в Уголовном кодексе зафиксирован, но, как вы помните, этот вид наказаний, несмотря на то, что он предусмотрен Уголовным кодексом, указан в общей части Уголовного кодекса, но при этом не применяется. Какие же наказания не связаны с изоляцией от общества? Это и штраф, и лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, это лишение специального воинского почетного звания, классного чина или государственных наград, обязательной работы, исправительной работы, ограничения по военной службе, ограничения свободы и принудительной работы. Хотя в отношении последнего вида наказаний в юридической литературе существуют различные споры, к какой группе наказаний его стоит отнести. И наказания, связанные с изоляцией от общества. Арест. Не путайте, пожалуйста, с другими видами ареста, домашним арестом, как меры пресечения. Здесь мы говорим с вами о наказании. Не путайте понятие ареста и административного ареста. Понятие ареста – это один из видов уголовного наказания. Второй пункт – это содержание в дисциплинарной воинской части. Также наказанием, связанным с изоляцией от общества, является лишение свободы на определенный срок и пожизненное лишение свободы. Вот эти виды наказаний мы именуем наказаниями, связанными с изоляцией от общества. Наш законодатель предусмотрел различные виды освобождения от ответственности. И на одной из последующих лекций вы познакомитесь с такими видами освобождения от уголовной ответственности, как связи с деятельным раскаянием, связи с примирением с потерпевшим, связи с возмещением ущерба, с назначением судебного штрафа и еще один вид освобождения от уголовной ответственности в связи с истечением сроков давности. Что касается видов наказаний, то вы видите тоже достаточно широкий перечень, начиная от УДО – это условно-досрочное освобождение от отбывания наказания, до освобождения от отбывания наказания в связи с истечением сроков давности обвинительного приговора суда. Перечислим виды освобождения от наказания. Это условно-досрочное освобождение от отбывания наказания. Во-вторых, это замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания. В-третьих, освобождение от наказания в связи с изменением обстановки, освобождение от наказания в связи с болезнью, Отсрочка отбывания наказания. Далее отсрочка отбывания наказания больным наркоманией. И последнее это освобождение от отбывания наказания в связи со стечением сроков давности обвинительного приговора суда. Следующая часть лекции будет посвящена также вопросам общей части. И нам предстоит с вами разобраться с формами вины. Это умысел и неосторожность. Мы обсудим с вами формы соучастия и виды соучастников, такие как пособник, подстрекатель, исполнитель, организатор. И рассмотрим иные вопросы, которые, как я уже сказала, относятся к вопросам общей части уголовного законодательства. Спасибо вам за внимание.